Всем привет, ребята! Сегодня я снимаю долгожданную, самую любимую, это вообще любимая рубрика, мне кажется, у людей на моем канале Похудение И видео будет называться «Как похудеть к лету, когда уже лето» Мои лайфхаки, мои советы, мои быстрые способы, как хорошо выглядеть на фотосессии, например, если она у вас завтра Или если вам просто, допустим, за ночь надо хорошо выглядеть, как-то быстро все скинуть, то, что вы нажрали, скажем так Ну и, конечно же, советы, в принципе, такие глобальные, как, допустим, за неделю привести себя в форму, исключив некоторые продукты и подкорректировать свое питание в целом В общем, мои советы и лайфхаки к похудению и к тому, как выглядеть хорошо и скрыть, что ты жирный Начнем, наверное, с того, как выглядеть хорошо, если, допустим, я сегодня вечером узнала, что завтра у меня съемка снэпов Снэпы это такие фотографии в купальнике модельные, когда это фотография, что тонкое тело в купальнике, но лицо, и тебе надо выглядеть хорошо Худо, не отекше, не запухше И вот что сделать, чтобы за ночь это все как бы убрать Есть несколько способов, которые я применяю в своей жизни иногда Самый, наверное, эффективный и действенный я обматываю с пищевой пленкой И иду, например, бегать Иду бегать, иду прыгать, иду крутить велосипед Сделаю какие-то упражнения Обматываю я пищевой пленкой те зоны, которые у меня проблемные Например, у меня это всегда ноги, почему-то я всегда толстею в ноги Я даже могу обматывать руку, если честно, потому что лишняя жидкость держивается по всему организму И, в общем, собственно, в руках тоже На живот, и я начинаю бегать, делаю какое-то жесткое кардио Это, конечно, все очень сложно, очень тяжело Это кратковременный эффект и результат Вы получите результат на один, на два дня Но вы его получите, собственно, и он будет ошеломляющим Обычно за такое вот действие я теряю 2 сантиметра минимум Минимум в талии, 2 сантиметра минимум в ногах и так далее В руках, может быть, по сантиметрам То есть таким способом я убираю лишнюю воду, которая задерживается в организме Из-за, может быть, неправильного питания Потому что часто, когда мы набираем вес, это не жир, понятно? Нам нельзя набрать 5 кг жира за 5 дней Это все вода, теки Поэтому это такой быстрый и легкий способ, как убрать лишнюю воду из организма Если мне надо хорошо выглядеть, опять-таки, завтра на съемке Наверное, у меня завтра съемка ВОК Знаешь, что-то забавно, я говорю, но вредно у меня зато съемка ВОК И у меня, кстати, зато съемка ВОК Но это, кстати, правда Ну ладно, судневая Твой настой трав в аптеке Он продается в России, в Украине, в Беларуси, везде он продается Называется он Толокнянка Это натуральная мочегонная, убирающая лишнюю жидкость в организме То есть это не вредная мочегонная Это просто травка, которая помогает убрать лишнюю воду из организма Которая у вас накопилась в последствии, не знаю, опять-таки, зажоров и еще чего-то И вот когда я пью эту Толокнянку Там есть определенные пропорции разведения Надо сделать, образно говоря, два шота этой Толокнянки Выпить И на утро я выгляжу просто идеально У меня скуластое лицо идеально Все, нет никаких отеков, затеков, десетерных синяков под глазами И это позволяет мне вот за ночь прийти в хороший внешний вид Ну, это про быстрые способы, так сказать Я вам рассказала сейчас вкратце Как выглядеть хорошо, быстро, прийти в эту идеальную форму Мне помогают вот в таких экстренных ситуациях скрабы После того, как я сделала, например, обертывание Я иду и делаю себе скраб Или кофейный, или тру себе очень сильно Вот ноги, бедра и так далее Это еще больше помогает в стекуляции крови Подтягивает кожу После того, как мы убрали с вами вот этой щелокленкой отечность Это дополнение прекрасное для хорошего внешнего вида на утро Теперь приходим к таким азам, которые за неделю помогут вам выглядеть хорошо Действительно за неделю значительно изменить состояние вашей кожи Потерять лишние килограммы, которые действительно лишние Убрать воду из организма, которая лишняя Мне, конечно, вода в организме нужна Я говорю про задержанную жидкость в организме Каждое утро я начинаю с воды Честно говоря, я человек, который ненавидит воду больше всего на свете Для меня вода безвкусная Я не понимаю, я не могу пить Я себя всегда, всю жизнь оставляла пить воду Потому что так, надо Но я ее не любила Я не понимала смысла пить воду Я понимаю смысл выпить сок, кофе, чай Потому что это имеет какой-то вкус Вода для меня не имеет никакого вкуса И зачем мне просто пить, чтобы пить Я начала добавлять фрукты Я добавляю маракуйю Так как я сейчас в Таиланде Я просто беру маракуйю и пью вот такую воду Такую воду я могу выпить 0,5 просто легко Когда я была в Украине или где, в Испании В Барселоне я постоянно онлайн добавляла и лимон И получала еще такая детокс-вода Которая очень полезно влияла на состояние моей кожи, скажем так На цвет кожи Я добавляла еще мяту и пила вот такую воду В Украине иногда я пью воду с лимоном И то есть таким способом я заставляю себя пить воду Потому что я ее не люблю Введите себе привычку выпивать 0,5 воды утром Вот пейте Пока вы не выпьете, вы ничего есть не будете Это полезная привычка, благотворно влияющая на состояние вашего организма, кожи И похудение, конечно же, должно сказать о том, что сон это обязательная вещь для похудения Потому что когда мы не досыпаем, мы пытаемся сбалансировать вот все, что мы не досыпали и еду Короче, если вы не выспались, вы будете комбинсировать это едой Я вам обещаю, так и будет и так всегда работает Поэтому старайтесь высыпаться Я стараюсь вставать рано Потому что мне достаточно для того, чтобы полноценно функционировать 5 часов сна 5 часов сна, я прекрасно себя чувствую, все супер Но у каждого эти часы разные Кому-то надо 8, кому-то 10 Поймите, сколько часов для вас И спитная привычка, которую я вела в свою жизнь Не есть при просмотре фильмов Вот не ешьте, смотря фильмы, ютуб Часто, знаете, блогеры говорят Ну, запасайтесь вкусняшками Нет, не запасайтесь вкусняшками Не надо запасаться вкусняшками Это просто бесполезное поглощение пищи, которая вам не нужна Вы даже не получаете никакого удовольствия, удовлетворения Ничего, вы просто заталкиваетесь, смотря в экран Нет И вообще, прекрасная привычка, которая тоже помогает мне Когда я хожу в спортзал, в котором я сейчас нахожусь, кстати Тут есть велотренажер Я сажусь на велик, ставлю себе телефон, планшет И смотрю фильм, сериал, ютуб, что угодно И делаю упражнения То есть я кручу педали Во-первых, вы не замечаете, как проходит время Вы можете так бежать Не знаю, отжиматься И одновременно смотреть фильм и сериал То есть вы одновременно убиваете двух зайцев Вы делаете полезное дело для своего тела И вы смотрите что-то То есть поглощаете информацию Что очень круто Поэтому, если вы ходите в спортзал Вот, смотрите ютуб, фильмы, сериалы Когда вы находитесь в спортзале Вы не будете замечать, как летит время Спорт станет для вас приятным Приятным времяпрепровождение Действительно работает Я ненавижу в велике Я ненавижу в белике Я ненавижу... Ну да, дорожку я ненавижу Но когда я ставлю телефон И смотрю какой-то интересный сериал Когда я смотрю сериал Я смотрю, ого, уже я час бегу Ого, какая я молодец Потому что мы снимаем свой мозг Потому что до этого раньше, когда я бежала Я думала, так, 20 минут бегу Окей, еще 20 И я каждую секунду смотрела на часы И сколько мне еще осталось А так вы заняты Вы вовлечены Поэтому попробуйте Я думаю, это будет тоже полезная привычка И для вас Не есть во время просмотра ютуба А бегать, отжиматься, приседать Во время этого просмотра ютуба Нетфликса Что вы там смотрите, я не знаю Раньше я думала, что надо делать перекусы Я была в этом уверена Что надо и есть, и делать перекусы И это полезно, и наш организм работает Нет Я убедилась в обратном Не надо делать перекусы Надо сделать себе, не знаю, сколько Четыре раза в день вы едите Вот ешьте четыре раза в день И если вы худеете Просто уменьшайте порцию до размера блюдца Если вы будете есть 4-5 блюдец в день То, что вам поместится в ладошки, образом говоря Есть такая стима питания Называется блюдечка Вы можете есть вот все Что в этом блюдечке есть Но, пожалуйста, не надо накладывать себе Гору из-под кейков Ну, как бы она в блюдечке поместилась А если вот действовать по-честному Вы так будете худеть Очень быстро Не отказывая себе ни в чем Потому что Монодиеты, они все-таки провоцируют Отврывы, когда вы ставите себе какой-то блок Например, я буду есть только гречку Это запрет Когда вы ставите себе запрет Рано или поздно не открывается Здесь вы свободны Вы можете есть все, что хотите Потому что вы в это блюдце можете и гречку положить И шоколадку, и мармеладку И как бы все, что вы хотите Но вы знаете У вас четыре блюдца И они маленькие То есть это маленькие объемы пищи Вы не будете растягивать свой живот До размера всемирной И вы научите себя Насыщаться маленькими порциями Скажу вам так Раньше я Я вообще люблю Старбакс Презистория Я люблю Старбакс Раньше я всегда заказывала себе Самый огромный кофе То есть Венти Вот такой бидон И я выпивала его И могла пойти взять второй Честно Я могла выпить вот таких два Венти Капучино, два Венти Лата Это я вот с Паги постоянно практиковала Вот таких два бидона И мне было нормально Постепенно я начала вмешать порции Недавно я прошла к тому, что я пью гранды Это было в Корее, кстати, в этом году Теперь я пришла к тому, что я пью дол И сейчас я сегодня утром заказала себе шот Понимаете, это самый маленький, который есть И мне было нормально То есть не обязательно съедать вот такую порцию Вкус как бы один и тот же Зачем есть больше, если можно меньше? То есть я в детстве никогда не понимала Зачем люди едят 5 кг печенья Если они все одинаковые Ты съела одну печеньку, вторая такая же В чем смысл? Вкус не поменялся Лишь бы есть, рефлекторно набивать себе живот Или занимать себя Вот мы часто едим просто, чтобы поесть, пожевать Это неправильно Поэтому я и против перекусов Мы убираем перекусы Мы едим 4-5 раз в день Сколько вам удобно И если вы курите, то вот этим блюдечком Можете не считать калории, не парить себе мозг Просто вот блюдечко И вы похуреете, я вам обещаю Я пробовала такую систему питания 8 на 16 называется В 16 часов ты не ешь Ты голодаешь И в 8 часов ты ешь Я почему-то думала, что она очень полезная Очень классная Потому что на ютубе очень много рекомендаций было И вообще в интернете очень много ее хвалят Суть, как мы поняли, простая Допустим, я начинаю есть в 10 утра И в 8 последующих часов я могу есть А потом в 16 часов я не ем И якобы ты так очень хорошо худеешь И все супер Нет, все не супер Ты портишь себе обмен веществ Утром ты просыпаешься голодный Съедаешь много Ты нагизаешься Ты опять-таки ставишь себе вот эти грани и блоки Нет, это не подходит Я испортила себе обмен веществ Которые мне пришлось восстанавливать Потому что так питаться неправильно Допустим, я сплю 5 часов в день И получается, что? 11 часов я не ем Просто хожу и жду, когда я уже посплю Часто люди тоже говорят Не ешьте после 6 Я с этим не согласна Не ешьте за 3 часа до сна После 6 ешьте Может, вы ложитесь в 2 часа ночи В смысле, ешьте после 6 Это бред Поэтому просто пытайтесь питаться, когда вы голодны И часто, когда нам кажется, что мы хотим есть Мы хотим перед тем, как есть, выпить и воды Опять-таки Если вы все еще хотите есть Да, тогда окей, надо поесть О теме перекусов Я раньше постоянно делала себе полезные такие перекусы Потому что считала, что это правильно Орехи или какие-то сухофрукты Или какие-то, я не знаю, суперфуды я ела Или фрукты Я действительно свято верила, что это очень здорово Я молодец Но если даже просто подумать Мы постоянно нагружаем свой организм У него нет отдыха Ему иногда тоже следовало бы отдохнуть от еды Не так ли? Я недавно пришла в агентство И директор агентства мне говорит Инна, ты худая, но ты надутая У меня звучит очень странно Инна, ты худая, но ты надутая Она имела в виду то, что я очень худая Но я такая пухлая Знаете, как скинни фэт И мы начали думать, от чего это может быть Первое, что она сказала, что у нее та же самая проблема И она всегда вот такая надутая Выглядит от daily product То есть от продуктов Молоко, яйца, сыра От всего этого И она сказала, если ты на неделю откажешься от этого всего Ты заметишь, как ты сдуешься Но я этого как бы и так не ем И я пришла к тому, что оказывается У меня такая реакция у моего организма На соевое молоко и на соевые продукты Я не знаю, может быть у вас тоже есть такая проблема И вы тоже такие, знаете, надутые У вас живот надутый Тело все вздутое Попробуйте отказаться от соевого молока Когда я стала пить черный кофе Без этого соевого молока Я раньше всегда заказывала себе Flat white, latte на соевом молоке Еще что-то там Часто заказываю американо И я реально вздумюсь У меня нет этого надутого живота Как будто я сейчас рожу 5 котят И все стало нормально Делайте эксперименты Детелю попробуйте пить Если хотите кофе Черный кофе Экспрессо Американо Я не знаю Long black Что у нас еще? Есть какие-то альтернативные способы заварки кофе Cold brew Который я ненавижу Когда я хочу похудеть и подсушиться Я убираю углеводы и жиры Не полностью, конечно Но стараюсь их минимизировать Ем белки И за неделю такого питания Получается у меня очень хороший результат Если говорить о том, что я ем Когда я хочу очень быстро пройти в форму Я ем вот систему питания блюдечка, например Я ем очень много зелень, салаты Я ем рыбу Очень многие думают, что я не ем рыбу Я ем вегану, нет Я не ем ничего животного, кроме рыбы, получается Ну да, кроме рыбы, я ем продуктов Я ем рыбу Я ем овощи Я ем грибы Я постоянно заказываю себе какие-то салаты Если я хочу себя чем-то побаловать Я заказываю веганские альтернативы Вообще моя любимая еда на земле Авокадо-тосты Но когда я худею, я отказываюсь от этого И главный секрет Это движение Много ходить Если у вас нет возможности пойти в спортзал Окей, бывает всякое Нет времени Все такое Просто идите пешком Если вы видите эскалатор, идите по лестнице Это такие базовые вещи Базовые полезные привычки Которые помогут вам Даже при отсутствии регулярного спорта Применять какой-то кардио в свою жизнь Много вот ходить Если вы хотите кофе Просто пойдите в кофейню Дойдите до нее 2 километра Если вы хотите авокадо Пойдите 4 километра Купите себе это авокадо Это очень полезная привычка Каждое утро делайте хотя бы базовые какие-то упражнения Я добавлю вам ABC программы Которые мне нравятся внизу Которые помогли мне сделать сухое тело Наконец-то пресс Опять-таки я просто покажу вам до-после И это результат, образно говоря, за неделю Можно все очень быстро сделать И даже похудеть к лету, если уже лето Если просто захотеть Спасибо за просмотр Я надеюсь, вам понравилось это видео Я была рада снова поговорить с вами Если у вас есть какие-то пожелания Пишите внизу Если вы хотите спросить меня что-то Напишите мне в инстаграм Я не знаю, он тоже будет где-то внизу Я постоянно его вставляю Пишите, я всегда отвечаю Я рада помочь И я покажу вам, как Елена занимается спортом Вот такая у меня моральная поддержка Так что спасибо, пока Субтитры сделал DimaTorzok